Благотворительность может порождать потребительство. Если постоянно вот ребёнку дарить вещи, дарить игрушки, ребёнок будет получать, начиная от нуля и до самого совершеннолетия, просто так всё, конечно, он выйдет во взрослую жизнь, считая, что ему все вокруг должны. Конечно, у нас очень много тех людей, которые хотят нам помочь. И если, например, они привозят телевизор, привозят какие-то DVD, привозят мягкую мебель, и мы не просто так на группу отдаём, а у нас группа участвует в творческих конкурсах. Выигрывает, занимает призовые места, когда они знают, что нужно чего-то достигнуть, чтобы получить это. В условиях нашего учреждения только так мы можем как-то ребёнка предостеречь от потребительского отношения, потому что дома ребёнок видит, как родители зарплату получают, как копят на что-то. В учреждении мы этого создать не можем. У нас есть кабинет домоводства, где дети каждый выходной группа готовят самостоятельно себе кушать, еду, обед, там, например, борщ тот же, плов, абсолютно необыкновенные, банальные наши домашние блюда. Это тоже как профилактика потребительского отношения. Есть такой феномен, демонстрируешься миру, я сирота, и тебе всё дают. Вот мы стараемся, чтобы наши взрослые дети выходили немножко с другим отношением к жизни. Дети старше 14 лет у нас трудоустраиваются также через Центр занятости населения городской. Они работают на объектах города. Помимо этого у нас есть свои поля, где все дети старше 14 лет трудятся и приобретают навык. Любой ребёнок старше 14 лет в нашем детском доме, он имеет навык поливоческих работ. У нас продукты, овощи, которые выращивают дети с Игорем Анатольевичем, они у нас присутствуют в меню. То есть они знают, что они посадили, то они и кушают. Школьный возраст у нас дети уже, начиная со старшей группы, даже средняя группа, у нас есть дежурные по столовой. Но то, что им доступно в этом возрасте, да, то есть после еды они вытирают столики, они помогают кухонному работнику посуду сложить. То, что доступно в этом возрасте, и убирают за собой игрушки. Конечно, то есть обязательно у каждого есть свои обязанности, уже начиная со средней группы. Есть, конечно, такой процент, что у нас дети, которые заканчивают учебное заведение, некоторые не могут сразу устроиться на работу, но это как бы у нас сейчас всероссийская проблема, не сразу человек с дипломом может устроиться на работу, и не остановится в Центр занятости населения на учёт по безработице. И там государство хорошо им очень помогает, то есть они выплачивают пособия, равное среднемесячному заработному плату по региону. У нас это неплохая по региону среднемесячная заработная плата, и они в течение полугода получают это пособие. Это тоже немножко расхолаживает. То есть если тебе платят и работать не надо, вот здесь тоже есть такой вот момент иногда. Но в основном всё равно, они уже умеют себе приготовить, они в общежитии сами готовят кушать, а уже вот распределение финансов, опыт учить. В одном месяце не хватило, во втором я распределю по-другому.